В одной далёкой стране, в холодном, сером, но очень прекрасном городе, жила принцесса и её маленький сын, наполнявший жизнь радостью. По всему свету искала она своего принца и вот однажды села в карету, запряжённую чёрными лошадями, и отправилась на бал. И ещё из окна принцесса увидела его нежную и искреннюю улыбку. Их взгляды встретились, а руки не хотели отпускать друг друга. И в тот момент принцесса поняла, что уже не в силах освободиться от плена его голубых глаз в бездонных огорных озёрах. Принц в знак своего особого отношения к ней преподнёс волшебный цвет. Сын, я хочу тебе подарить эту розу. Я, конечно, люблю такую розу. Я просто так, потому что произвела на самом верху, как ты расскажешь. Мама! И ты тоже на меня. Принц увёз принцессу в далёкую страну, за семи морями. И не успели они сойти на берег, как учутились в необычном месте. Принц любовался красотой принцессы и, взглянув ей в глаза, он спросил, доверяешь ли ты мне? Да, прошептала принцесса. Тогда он натронулся до её руки и в тот час древо жизни расцвело на ней. И тут, по его велению, у внук изумлённой девушки возник ковёр-самолёт. Принц увидел страх в её глазах. Он взял принцессу за руку и спросил, готова ли ты довериться мне ещё раз? Да, сказала, она крепко сжала его ладони, больше не отпускала. Принц и принцесса взмыли ввысь под самые облака. И тут она поняла, как прекрасен мир рядом с ним. Именно здесь, под самыми звёздами, взирая на все красоты вселенной, принцесса почувствовала, что никакие сокровища этого мира не нужны ей так сильно, как человек, который стоит рядом с ней. В этой сказке было ещё очень много глав о волшебных и невероятных приключениях прекрасного принца и влюблённой принцессы в разных уголках мира. Но самая важная, последняя глава не написана до сих пор. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА